Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс и добро пожаловать в наш незапланированный влог, в котором мы будем гулять по Нью-Йорку, посмотрим основные достопримечательности. И на данный момент я нахожусь в центральном парке Нью-Йорка. Он вам может быть известен по фильму «Один дома два», где Кевин как раз путешествовал по Нью-Йорку совсем-совсем один. Я буду не одна, со мной будете, вы и мы как раз на все это своими глазами посмотрим. Просто как будто бы карантина нет и не было. Хотя парк находится буквально в центре огромного города, этого совершенно не ощущаешь. Такое чувство, что ты где-то далеко в лесу, где нет ничего, кроме деревьев, тропинок и обитателей парка. А обитателей тут предостаточно. Канадские гуси, черепахи в пруду и много-много белок. 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 Несмотря на то, что люди как бы на улице, все в масках. То есть масочный режим тут не отменяется, он продолжается в полной своей мере. И люди носят маски как в помещении, так и в общественных местах по типу, например, центрального парка. Не уходя далеко от центрального парка, мы посетили музей естественной истории. Это один из самых крупных и самых известных музеев во всем Нью-Йорке. Если вы смотрели фильмы «Ночь в музее», то, конечно, догадывайтесь, чем именно вдохновлялись режиссеры. И сценаристы, и музеи выглядят немного не так, как в фильмах. Большинство экспонатов тут нет, однако все же можно найти кое-что интересное. В музее представлено большое количество экспозиций с картинами и чучелами животного мира. Это сделано невероятно реалистично, и разглядывать эти экспозиции можно часами. Отдельные залы отведены под историю коренных народов Америки. И тут уже представлены одежда, предметы быта, интерьера и орудия труда, а также статуи, представляющие собой невероятную ценность. Но основную ценность музея, пожалуй, представляют залы со скелетами динозаров. И до исторических морских обитателей многие экспонаты восстанавливали буквально по косточкам. И для науки это огромное сокровище. Главное помещение с динозаврами не одно и не два, их более пяти, и в каждом собрано по несколько представителей видов. Это очень интересный мод. Какая tecnologia с динозаврами? И для науки вообще не буду. И для людей получается. Да. Моги. где на них можно предположить, как выглядели эти животные еще до нашей эры, как они жили, как они ходили по земле, на которой сейчас живут люди, и это просто нечто невероятное. Динозавра Рекса из Ночи в музей, а также Теодора Рузвельта, но этих экспонатов мы не нашли, а динозавр Рекс, хоть и был, он был немного в другом формате, немного в другого объема. Динозавра Рекса Динозавра Рекса Если у вас есть возможность побывать в музее естественной истории, то непременно сделайте это, то, что вы увидите, будет стоить того, и я очень рада, что смогла посетить это место. Ну а с вами, как всегда, была Элизабет Букс, увидимся мы уже совсем-совсем скоро в новой части влога из Нью-Йорка, и всем пока-пока!